Привет всем друзья! Ни в коем случае не выбрасывайте старую и ненужную кастрюлю, она вам еще пригодится. Я покажу как сделать из нее нужную самоделку. Кастрюлю нужно помыть, чтобы можно было маркером на ней рисовать. Когда кастрюля высохнет, лист бумаги формата А4 нужно сложить пополам. На боковую часть кастрюли бумагу приложить. Контур бумаги на кастрюле маркером обвести. Верх кастрюли нужно поделить на 4 части и сбоку поставить метки. Ровно посередине нарисованной линии нужно положить дверную петлю. Маркером поставить метки через отверстие для саморезов в петле. Дюпелем по меткам накернить. Накерненные места просверлить. С другой стороны прямоугольника приложить маленькую металлическую полоску и сквозь просверленные отверстия накернить. Другую полоску положить по центру прямоугольника, таким образом, чтобы он зацепился за маленькую полоску. И в просверленное отверстие в полоске поставить метку. Метки накернить. Накерненные метки просверлить. Болгаркой по нарисованной линии нужно сделать разрез, там где была дверная петля. Дверную петлю клепками приклепать к кастрюле. Теперь приклепать маленькую полоску к кастрюле. Болгаркой по нарисованным линиям прямоугольник вырезать. Теперь понадобится болт и две гайки. Длинную полоску прикрутить к прямоугольнику. Длинный болт обрезать. Получилась дверца с запором. По нарисованным меткам в верхней части кастрюли вырезать квадраты. Теперь понадобятся металлические ножки от стула. Сверху на них нужно поставить кастрюлю. В нижней части кастрюли по бокам нарисовать метки. Нарисованные метки дюпелем пробить насквозь. Стальной проволокой прикрутить кастрюлю к ножкам. Конструкцию переверну. Потрясу немного, проверю на надежность. Все в полном порядке. Для кастрюли покрашу крышку. И дам краске засохнуть. Чтобы осадки не попадали в кастрюлю, я накрою крышкой. Пришло время самоделку испытать. Получилась простая печка для казана. Сейчас я ее испытаю. Загружу в нее дрова и приготовлю что-нибудь вкусненькое. Как только костер разгорелся, сверху нужно поставить казан. И в него налить масло. Воздуха для горения огня вполне достаточно. Это проверяется наличием дыма. А его не так много. Масло в казане разогрелось, закину картошку. Дым из печки, попадающий в казан, придает особый вкус блюду. Сейчас многие подумают, что от нагрева эмаль начнет лопаться. Но это не так, проверено уже годами. Также многие подумают, что кастрюля быстро прогорит. Но я вас успокою. На сезон точно вам хватит. Достаточно вспомнить одноразовые мангалы. Там металл намного тоньше. И их люди используют не один сезон. Пришло время картошку перевернуть. Добавлю нарезанную луковицу. Через какое-то время добавлю сушеный чеснок. Копченую паприку. Немного черного перца. Посолю по вкусу. Все хорошенько перемешаю и немного подожду. По моему мнению, в печке для казана дымоход совершенно не нужен. Если поставить трубу, то весь дым будет уходить через трубу. И блюда в казане окуриваться дымом не будет. Получилась хорошая печь для казана, сделанная своими руками. Кому видео понравилось, оцените лайком. Не забудьте подписаться. До свидания. До свидания. До свидания.